Встреча с партизанами Коммунистов, евреев За 1941 и 1942 годы было уничтожено порядка полумиллиона мирных жителей Из этого следует, что массовые расстрелы проводились каждый день По нескольку раз И в этот же период немецким командованием Было зафиксировано порядка 500 самоубийств солдат Инзацкоманд И именно тогда, осенью 1942 года Будущий архитектор Холокоста Оберштурмфюрер Адольф Эйхман Пишет Гитлеру Расстрел не элегантен Он плохо действует на психику солдат Начались поиски идеального метода массового уничтожения Встреча с партизанами В названии этой берлинской улицы есть что-то нежное, детское Зоопарковое Фиргартен Только это название дало имя чуть не самой безжалостной нацистской операции Т-4 По первой букве в названии улицы и номеру дома Где было главное бюро по координации этой операции Этот дом стоял как раз здесь, сейчас его смесли Т-4 это уничтожение неизлечимо больных и психически неполноценных людей Узаконенная немецкая эвтаназия началась как раз с убийства детей Одна из самых преступных акций нацистов началась с трагического, но очень частного случая В мае 1939 года к директору клиники детских болезней Лейпцигского университета Профессору Гаттелю обратились супруги Кнауэре Их маленький сын был тяжелым инвалидом Профессор осмотрел младенца и подтвердил то, что его болезнь неизлечима Потом он добавил, что для родителей лучшим выходом стала бы смерть ребенка И посоветовал обратиться за разрешением на эвтаназию к самому фюреру Что они и сделали После проверки просьбы Кнауэров его личным врачом, доктором Брантом Гитлер дал разрешение на проведение этой акции Больной ребенок был усыплен в той же самой университетской клинике Лейпцига После этого случая у Гитлера возникла новая идея о том, каким образом оздоровить и улучшить Господствующую арийскую расу Преступная эвтаназия началась в 1940 году Но планировали ее еще в 1939 Это была программа по убийству третьей от всех пациентов психиатрических клиник в Германии И причина была в том, что нацисты решили избавиться от людей, которые, по их мнению, не могли вернуться к нормальной жизни в обществе Это вписывалось в концепцию нацистов об идеальном обществе И эта концепция заключалась в том, что все люди должны быть использованы в работе Они не могли отличаться от остальных 9 октября 1939 года Гитлер провел специальное совещание по программе Т4 На нем была разработана пропагандистская формула Тысяча к десяти, к пяти и к одному Согласно которой, из каждой тысячи людей Десять нетрудоспособны Пяти из десяти нужно оказывать помощь Одного физически уничтожить По этой формуле 70 тысяч человек В Германии Подлежали дезинфекции Были разработаны принципы отбора жертв убийств И специальные анкеты с критериями отбора неполноценных людей В смертники попадали больные шизофрении, эпилепсии, энцефалитом, слабоумием, старческим слабоумием Парализованные больные, а также другие психически больные люди Не способные выполнять физическую работу Учреждения, где проводился сбор информации о больных Ничего не знали об истинной причине сбора данных Отбором жертв занимались 40 экспертов-врачей заочно Им просто посылались анкеты больных На которых они ставили крест Что означало, что пациент должен подвергнуться особому обращению Проще говоря, умерщвлению Ответственным за выполнение программы эвтаназии Был назначен Филипп Бюллер Шеф партийной канцелярии Человек с талантом писателя В своей книге «Гениальный Наполеон. Светящийся след кометы» Он проводил параллели Наполеон Гитлер и так возвеличивал фюрера Но книгу все же пришлось изъять из продажи Поскольку напрашивалось очень нежелательное продолжение параллели Роковое поражение и бесславное отступление из России Так Бюллер, сам того не желая, создал пророческое произведение Он покончил с собой в мае 45-го Родственники, обреченных нацистами на смерть, не могли повлиять на решение об эвтаназии Во многих случаях они не знали, где находятся их родные Нацисты были жесткими прагматиками Поэтому в программе эвтаназии заключалась и чистая финансовая выгода Был проведен расчет экономического эффекта от уничтожения 70 тысяч человек На этой экономии и было решено сыграть, чтобы подготовить население Германии К началу воплощения в жизнь программы Т-4 Были выпущены пропагандистские, разъясняющие политику партии, плакаты Вот на этом написано Этот больной за время жизни обходится народу в 60 тысяч рейхсмарок Гражданин, это и твои деньги Массовые убийства пациентов начались с 40-го года В клиниках сначала на территории Германии, а после на территории оккупированной Польши Органы жертв очень часто сохраняли и использовали как учебный материал На занятиях в медучилищах Сначала применяли внутривенную инвекцию яда или воздушную эмболию Это когда в вену через шприц запускали воздух Но после врачи, принимавшие участие в этой программе, решили, что такие методы нецелесообразны по техническим причинам Так что именно в рамках программы Т-4 впервые еще до применения в концлагерях Были использованы газовые камеры, в том числе и передвижные Травили угарным газом, внутрь камеры подавались выхлопные газы автомобиля Первые стационарные камеры появились в замке Хартхейм в Австрии Здесь расположился нацистский институт эвтаназии Для перевозки обреченных в санитарные учреждения, оборудованные газовыми камерами Создали даже специальную транспортную службу Их перевозили на серых автобусах, занавешенными или даже закрашенными окнами Чаще всего в салоне этого автобуса, видимо, раздавались вот эти слова Куда они нас везут? Эти центры смерти из милосердия, так переводили нацисты греческое слово «эвтаназия» Находились в шести городах Бранденбурге, Графенике, Хартхейме, Зоненштайне, Бернбурге, Хадамаре 6 декабря 1940 года в газовой камере Хартхейма погибла некая Алоизия В Приказ о ее уничтожении отдал личный Гитлер за своей подписью Алоизия была двоюродной сестрой Чурора Она страдала тяжелой формой шизофрении Известно, что это наследственное и семейное заболевание Диагноз двоюродной сестры мог компрометировать Гитлера И он предпочел ее убить Католический епископ Лимбург, выступавший против умерщвления из милости Писал министру юстиции Германии Автобусы с обреченными приходят в Хадамар несколько раз в неделю Школьники их узнают Опять машины смерти приехали Вскоре после прибытия автобусов Житель Хадамара видит поднимающийся из труб дым Дело дошло до того, что маленькие дети, ссорясь друг с другом Отпускают такие замечания Ты тупой, тебя тоже сожгут в Хадамарской печи Т-4, хоть и держали в секрете Но слухи о ней все равно шли по Германии и по всему миру Опасаясь испортить репутацию в глазах союзников Гитлер в августе 41-го приказал закрыть программу Т-4 Количество ее жертв тогда уже дошло до запланированного числа 70 тысяч человек А медицинский персонал, занятый в этой программе И теперь оставшийся без работы Вскоре был трудоустроен Их отправили делиться опытом И обучать процессу массового умерщвления в лагеря смерти В 1918 году, когда Третьего Рейха еще не было и в помине Немецкий ученый-химик Фридс Габбер Получил Нобелевскую премию за синтез аммиака Из составляющих его элементов Вручение награды вызвало резкую критику со стороны ученых стран Антанты Которые рассматривали Габбера как военного преступника Участвовавшего в создании химического оружия Действительно, после начала Первой мировой войны В 1914 году Фридс Габбер находился на службе у германского правительства Как консультанту военного министерства Германии Ему было поручено создать отравляющее вещество раздражающего действия Которое заставляло бы войска противника покидать траншей В этом же году он принимает на работу в свой институт Альберта Эйнштейна Через несколько месяцев Габбер и его сотрудники Создали оружие с использованием газообразного хлора Которое было запущено в производство в январе 1915 года Оно было применено этой же весной Против войск стран Антанты при Ипре в Бельгии Что привело к отравлению более 100 тысяч человек Хотя Габбер ненавидел войну Он считал, что применение химического оружия может сохранить многие жизни Если прекратится изматывающая траншейная война на Западном фронте Его жена Клара была также химиком И решительно выступала против его военных работ В 1915 году после серьезной ссоры с мужем она покончила с собой Среди прочих научных открытий Фрица Габбера Было и средство для борьбы с насекомыми-вредителями Оно выпускалось под товарной маркой «Циклон-Б» фирмы Дегиш «Циклон-Б» — это пропитанные синильной кислотой гранулы Из газа были исключены специальные добавки Придающие ему специфический запах Который служил сигналом опасности Теперь уже без запаха В специальных газовых камерах «Циклон-Б» уничтожил миллионы людей Создатель «Циклона-Б» Фринц Габбер об этом так и не узнал Как и не успел он узнать, что и многие члены его семьи были уничтожены в Освенциме Изобретенным им веществом В апреле 1933 года вступил в силу законопроект нацистского правительства Об оздоровлении штата служащих Это был первый российский закон об изоляции евреев И их отлучении от жизни германского общества Отныне евреям запрещалось состоять на службе в академических и правительственных учреждениях Для фрица Габбера было сделано исключение В память о его заслугах в Первой мировой войне Но от него потребовали уволить из штата его института всех евреев Габбер категорически отказался Направив в Министерство искусства, науки и народного образования письмо С заявлением об отставке За более чем 40-летнюю службу Я подбирал своих сотрудников по их интеллектуальному развитию и характеру А не на основании происхождения их бабушек И я не желаю в последние годы моей жизни изменять этому принципу Все это стало для него непереносимым ударом Он не смог оставаться в Германии И в этом же году эмигрировал в Англию Через год Габбер скончался от сердечного приступа Австрийский писатель Стефан Цвейк тоже был евреем В 1935 году, после того, как нацисты обыскали его дом Он бежал из родного Зальцбурга Как и Габбер, он ненавидел войну Писатель-романтик Цвейк почти романтически полагал Что своими книгами он сумеет бороться с нацизмом Он и Ромен Ролан, Анри Барбюс Их всех называли писателями-антифашистами Им казалось, что страшнее Первой мировой войны Уже точно ничего будет не может Что это, конечно, абсолютно последняя война на Земле Просто Второй такой войны мир не вынесет Но в 1942 году, когда Вторая мировая Пошла уже третий год И нацисты, казалось, у власти будут вечно Похоже, так и не смирившись с этим Стефан Цвейк и его жена В бразильском городке Петрополис Покончили с собой Альберт Эйнштейн уезжает в США в 1933-м В этом же году покидают Германию писатели Эрих Мария Ремарк и Томас Манн Марлен Дитрих остается в Голливуде И отказывается от немецкого гражданства Несмотря на просьбы Гитлера Она была одной из его любимых актрис Середина 30-х годов То время, когда из Германии уезжал Цвет нации Не только евреи, которых просто выталкивали Из страны, принуждая к так называемой Добровольной эмиграции Но и немцы, не принимавшие нацизм И прекрасно понимавшие Что он из себя представляет Но нацистов это не слишком беспокоило Они растили свой цвет нации И у них зажигались новые звезды В 1937 году На экраны Германии Выходят фильмы Главные роли в которых исполняет Новый любимец публики Актер Иоахим Готшалк К 40-му году он становится Самым популярным актером в Германии Новой нацистской элитой Становятся представители СС СС, так называемый Черный Орден Охранные подразделения НСДАП Созданные нацистами еще в конце 20-х годов Союз нордически запрограммированных мужчин Физически крепких Правильного телосложения И не ниже 174 сантиметров роста С хорошей наследственностью Без примеси и народной крови Для подтверждения чистопородности Командованию необходимо было предоставить Свидетельство о рождении и браке Всех членов семьи В СС принимались 19 лет Была разработана мистическая церемония Вступления кандидатов в ряды Черного Ордена 20 апреля, в день рождения фюрера В полночь, при свете факелов Кандидаты принимали присягу Члены СС стремились продолжать Средневековые традиции рыцарских орденов Со всеми соответствующими атрибутами Серебряными перстнями с черепами Почетными мечами Рунической символикой В возрасте 25-30 лет Член СС обязан был создать семью Причем молодожены должны были пройти Медицинский осмотр у врача Санитарной службы СС И представить документы, удостоверяющие Их расовую чистоту Жениться члены Черного Ордена Обязаны были на образцовых женах Согласно инструкции Жена ССовца должна была иметь Нордические черты лица Хорошо знать историю Играть на музыкальных инструментах Управлять автомобилем Стрелять Кроме того Она обязана была образцово вести домашнее хозяйство И уметь готовить После соответствующего экзамена Кандидатка в жены члена СС Получала диплом Руководящие кадры СС Имели возможность покинуть своих старых жен И выбрать новых В соответствии с упомянутым эталоном Церковный брак Заменяла специальная церемония С участием командира местной организации СС Обряд крещения новорожденного Представлял собой Церемонию наречения младенца Перед портретом Адольфа Гитлера Его книгой «Майн кампф» И знаком свастики Резиденцией руководства СС Стали руины средневекового замка Вевельсбург Где в большом зале находилось Святилище ордена Место культа крови В нем проходило крещение кровью Ритуал, сопровождавший принятие нового члена Там же элита ордена собиралась На сеансы медитации Пополнение рядов СС Шло через специальные школы-интернаты Появившиеся в 1933 году Куда набирали мальчиков и девочек Из Гитлерюгенд В возрасте от 10 до 18 лет Их воспитывали в физическом, духовном и моральном Духе национал-социализма Они получали обмундирование Кроме нацистского мировоззрения Ученики овладевали военными знаниями И активно занимались спортом К концу 1938 года Численность СС достигла 238 159 человек Черный орден был детищем Рейхсфюрера Генриха Гиммлера Он был главным вдохновителем и идеологом СС Но создатель Самого, наверное, воинственного и жестокого ордена За всю историю Сам Генрих Гиммлер военным никогда не был Хотя стать солдатом это была мечта его детства На Первую мировую он не попал из-за близорукости Хотя после очень любил рассказывать о своих военных подвигах Другой страстью Гиммлера были ботаника и куроводство Он закончил сельскохозяйственный институт И даже мечтал открыть свою ферму И уже купил 50 несушек Но потом дело не пошло Не хватило времени и денег Зато пошло дело с открытием концлагерей И став во главе управления ими Неудачливый куровод Гиммлер Решил, что только солдаты его ордена Смогут стать надежными охранниками И только они смогут сохранить в тайне все Что будет происходить за колючей проволокой Ни капли информации об условиях жизни в лагерях Не должно было дойти до мировой общественности Нацисты не хотели терять репутацию И настраивать против своего режима Поскольку во второй половине 30-х годов В глазах всего мира и самих немцев Нацистский режим был символом успеха Страна приобрела политическую стабильность Преодолела экономический спад Поэтому отмена демократии и преследование оппозиционеров Воспринимались достаточно спокойно Международное сообщество смотрело сквозь пальцы На преследование евреев Считая это внутренним делом Германии 5 октября 1938 года Паспорта евреев в Германии были объявлены недействительными Целью такой политики было вынудить всех германских евреев Покинуть рейх К тому времени из Германии уже уехали 78 тысяч человек Но многие оставались Германия была их родиной Они всегда были частью общества И не считали для себя возможным покидать свою страну Но решение нацистов сделать из рейха землю Юдефрай Свободной от евреев Было непреклонным Для того, чтобы вынудить оставшихся евреев уехать Было решено организовать массовый погром Гитлер обратился к министру пропаганды Геббельсу Я хочу, чтобы выступление против евреев носило спонтанный характер И явилось бы выражением истины немецкого духа мести и гнева Этот дух мести поселили в немцах Устроив всего одну, но хорошо спланированную провокацию В несколько ходов Гитлер отдал приказ начальнику имперского управления безопасности Гейдриху Подготовить операцию Надо было уничтожить немецкого дипломата В одной из стран Европы И объект нашелся Секретарь немецкого посольства в Париже Эрнст фон Рад О нем говорили, что он еще и гомосексуалист Эти слухи сильно порочили репутацию рейха И убить такого Им было не жалко Гестаповцы взяли в разработку 17-летнего юношу Еврея Гершля Гриншпана Семья которого жила в Ганновере Агент, представившись другом отца Гершля Передал письмо от родных В котором глава семьи Мендель Гриншпан Описывал, что с ними происходило при массовой депортации в Польшу 27 октября 1938 года Агент гестапо предложил юноше Отомстить за страдания родных В знак протеста застрелить немецкого посла во Франции Он передал Гершлю пистолет Через несколько дней Гершль пришел в посольство Германии Несмотря на строжайшие меры безопасности И то, что входящих в здание Обязательно обыскивали Гершль беспрепятственно вошел в здание И пронес с собой пистолет Конечно, это не было случайностью Охрана получила соответствующие указания Но немецкого посла на месте не оказалось И это тоже не было случайностью Гершлю было предложено пройти на прием К секретарю посольства Фон Рату Французская криминальная полиция Взяла Гершля на месте преступления Фон Рату сделали операцию По поводу проникающего ранения В брюшную полость Его состояние можно было охарактеризовать Как средней тяжести Но Фон Рат был обречен 7 ноября Гейдрих вылетел в Берлин Где сформировал бригаду врачей Для лечения Фон Рата В результате их лечения Фон Рат скончался Его хоронили как национального героя На следующий день после похорон Орган нацистской партии Газета «Фолькишер Беобахтер» В редакционной статье Призвала немцев к погрому В ответ на террористический акт Международного еврейства Германский народ Сделает выводы из покушения на Фон Рата Он не будет терпеть невыносимую ситуацию Сотни тысяч евреев Контролируют целые секторы В немецкой экономике Радуются в своих синагогах В то время как их соплеменники В других государствах Призывают к войне против Германии И убивают наших дипломатов 9 ноября Мюллер Разослал во все отделения гестапо Такую директиву Секретно Всем органам и руководящим инстанциям Государственной полиции В ближайшие часы Во всей Германии состоятся выступления Против евреев Особенно в отношении синагог Не препятствовать Ночь на 10 ноября Вошла в историю под названием Хрустальная ночь Во время массового погрома Было сожжено 200 синагог Разграблено 10 тысяч еврейских магазинов И предприятий Около 100 евреев были убиты 20 тысяч отправлены В концентрационные лагеря А во Франции Вовсю готовился судебный процесс Над Гриншпаном Повсюду в мире находились Сочувствующие ему Американская ассоциация писателей Собрала 20 тысяч долларов Чтобы нанять Гриншпану Лучшего во Франции адвоката Но немцы затягивали дело как могли До начала Второй мировой войны Суд так и не состоялся В июле 40-го года После оккупации Франции Нацисты отправили Гриншпана В концлагерь Заксенхаузен Под Берлином Гершель Гриншпан провел в лагерях Почти всю войну И погиб в последний ее день 8 мая 45-го года В сентябре 1939 года Разгромив Польшу Германия делит ее на три района Западные и северные части Включая город Лодзь Присоединены к Рейху Восточные области Аннексированы Советским Союзом и Литвой Оставшаяся клинообразная территория Становится генерал-губернаторством Позже эту землю назовут Треугольником смерти Уже ничего не вынуждало немцев действовать с оглядкой на общественное мнение Безо всяких колебаний они развязали террор против польского народа Арестовали его лидеров и интеллектуальную элиту Поляки получили презрительное определение рабочего быдла Слуг рас и господ В немецкой зоне оккупации оказались примерно полтора миллиона евреев Уже в конце сентября 1939 года Шеф службы безопасности Рейнхард Гейдрих Разослал специальный циркуляр Евреев, проживающих в городах и деревнях Следовало собрать в гетто При организации гетто немецкие власти преследовали несколько целей Сконцентрировать людей в условиях страшной скученности и жестокого контроля Лишить их имущества, эксплуатировать их труд, изолировать от остального мира Подавить психику и разрушить мораль Массовое уничтожение еще не было провозглашено Так что это было убийство окольным путем На всех оккупированных территориях немцы возобновили средневековую практику Ношения евреями знака позора Желтой шестиконечной звезды Вслед за этим последовали обязательная регистрация всех трудоспособных евреев И отправка их на принудительные работы Польша начала покрываться сетью трудовых концентрационных лагерей В апреле 40-го года рядом с провинциальным городком Освенцим В 60 километрах от Кракова Строится небольшой карантинный лагерь Большей частью для польских политзаключенных К 1 марта 41-го года в Освенциме было 10 900 узников Расположение этого лагеря было идеальным Рядом железнодорожная магистраль Крахов-Вена И место вполне изолированное В той же весной 41-го года в Германии снижаются нормы потребления продовольствия И чиновники из Министерства продовольствия начинают прорабатывать восточный сценарий Проведя небольшое исследование, они докладывают Гитлеру Войну можно продолжать только в том случае, если весь вермахт будет питаться за счет России И 30 марта 41-го года, выступая перед высшим руководством Рейха Гитлер заявляет, что грядущая война с Россией будет войной на уничтожение 13 мая специальный декрет фюрера освобождает от уголовной ответственности Участников предстоящей войны против СССР за любые военные преступления Вот цитата из памятки солдата вермахта У тебя нет сердца и нервов На войне они не нужны Уничтожь в себе жалость и сострадание Убивай! Ты германец! Как подобает германцу, уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоем пути Думай всегда о возвышенном О фюрере! И ты победишь! 22 июня войска вермахта входят в СССР За ними идут Эйнзацгруппы Эйнзацгруппы, оперативные карательные отряды, были специальными подразделениями СС Командирами Эйнзацгрупп были молодые мужчины в возрасте примерно 30 лет Многие из них до войны накопили достаточный опыт насилия в концлагерях Две трети имели университетские дипломы Примерно половина – степень докторов права, экономики, политических наук или философии В их задачи входило убийство расовых и политических врагов Рейха Обнаруженных за линией фронта на оккупированной территории Советского Союза Война против Союза носила совершенно иной характер, чем против западных стран Западная Европа – это мы свои и те, кто вокруг нас, они такие же У нас есть проблемы, мы с ними воюем Советский Союз совершенно иной Это славяне, впрочем, как и поляки И сербы – это славяне И вот на территории Польши, Сербии в первую очередь И Советского Союза позволительно все И там можно действовать без перчаток Никакая мягкость не подразумевается Это враги Славяне на одну ступень выше евреев Если евреев надо уничтожить всех, ну славян около половины И они начали действовать Где бы они ни появлялись, они убивали всех сотнями и тысячами Мужчин, женщин и детей Невзирая на возраст Они даже не заботились о том, чтобы перевозить свои жертвы в концлагеря Расстреливая их во рвах, которые сами обреченные вырывали себе перед смертью Подсчитано, что из 6 миллионов евреев, убитых немцами, больше миллиона уничтожена Эйнзацгруппами Только 29 и 30 сентября 41 года на Украине Бабьям Яру были расстреляны свыше 34 тысяч человек Евреи, цыгане и советские военнопленные И такие же массовые убийства проходили на всей оккупированной территории Советского Союза Эсэсовец из Эйнзацкоманды, инженер Герман Гребе, писал в дневнике Эти люди разделись без крик и плача Встали семейными группами, поцеловали друг друга, сказали прощальные слова И стали ждать, когда эсэсовец подаст сигнал Я обратил внимание на семью примерно из 8 человек Пожилая женщина держала на руках грудного ребенка Супружеская пара смотрела на него со слезами на глаза Отец держал за руку мальчика лет 10 и говорил ему что-то ласковое Мальчик старался задержать слезы Отец указал на небо, погладил его по голове и казалось Стал ему что-то объяснять Гребе покончил с собой в 1942 году Он не выдержал, как не выдерживали многие другие палачи Из инзацгрупп Отказаться расстреливать они не могли За это им самим полагался расстрел И хотя они помнили наказ своего лидера Генриха Гиммлера Либо ты умеешь обращаться с алкоголем Либо алкоголь может обращаться с тобой Но до и после расстрелов эсэсовцы Накачивали себя спиртным Многие просто спивались Кто-то, чтобы не спиться, пытался найти в своей работе удовольствие Эти фотографии сделаны Самими членами инзацкоманд Видимо, пытаясь сохранить рассудок Развлекая себя, фотографируя своих жертв Они все-таки рассудок потеряли Они умеют строить автобаны Они умеют делать мерседесы Они демоны, дьяволы Если нация воспитывает таких людей Которые могут день за днем совершать насилие И самое страшное Систематическое насилие Вот это Германия Это же трагикомедия Они претендуют на то, чтобы называться культурной нацией Но они дьяволы Инзацкоманды работали и в лагерях Они проводили тщательную проверку узников Выискивая среди них коммунистов и евреев Чтобы немедленно уничтожить Сам глава черного ордена Приехал в июле 41-го года В лагерь военнопленных в Минске Чтобы провести инспекцию работы инзацкоманд И поддержать их боевой дух Эти кадры известны во всем мире Гиммлер посещает Минск То, что произошло часом позже Камера не зафиксировала А часом позже Был расстрел ста военнопленных Это выглядело примерно так Как на съемках расстрела в Лейпая Тоже, кстати, любительских Знаток ботаники и куровод Генрих Гиммлер Никогда в своей жизни не видел до этого момента трупов Ему стало очень интересно Он подошел к краю рва и заглянул в него В этот момент ему на китере в лицо Брызнула кровь одного из расстрелянных Адъютант едва успел подхватить Своего идейного лидера и вдохновителя Массового уничтожения Ему сделалось так дурно Что он чуть не потерял сознание Но продышавшись, Гиммлер Обратился к своим солдатам Нужно собраться силами и держаться Я не могу освободить вас от этой обязанности Я не могу вас пожалеть В интересах Рейха В его первой решающей войне Вы должны выполнить свой долг Каким бы тяжким он ни казался Но слова Гиммлера Не возымели должного действия ССовцы из Эйнзадсгрупп Все чаще стали сводить счеты с жизнью И как раз тогда Адольф Эйхман Оберштурмфюрер СС Бывший коми-воезжор Пишет своему тезке фюреру Расстрел не элегантен Он плохо действует на психику солдат В 1941 году в лагере Хелно Начало проводиться первое массовое умерщвление Людей из гетто Лодзи Угарным газом А в Германии с экранов кинотеатров Зрителям продолжал улыбаться Их любимый актер Иоахим Готшалк И никто не знал Что вот уже год Как его нет в живых Иоахим Готшалк Долго скрывал от властей то Что он был женат на актрисе Метте Вольф Еврейке В 1940 году Министерство пропаганды Узнало о его Неарийском браке Министр пропаганды Доктор Геббельс Угрожая ужасными санкциями Требовал от актера Развестись с женой И снова стать Добропорядочным немцем Готшалк отказался это сделать Он надеялся Что нацисты не решатся Подвергнуть репрессиям Семью самого популярного актера 15 октября 1941 года Евреям запретили Эмигрировать из Германии Его жену и ребенка На следующий день Отправят в концлагерь Готшалк попросил Чтобы его отправили Вместе с ними Но любимцы публики В этой просьбе отказали У Иохима, Меты И Михаэля Готшалков Оставалась всего одна ночь В эту ночь 6 ноября 1941 года Иохим и Мета Отравили своего ребенка И сами покончили с собой Но поклонники Готшалка Об этом так и не узнали Он сам и его герои Образцы благополучия рейха Должны были продолжать жить В фильмах А хранить свои тайны Нацисты умели очень хорошо Тут всего три жизни А им удалось держать Засекреченным Создание мест Предназначенных Для уничтожения Миллионов людей В 1941 году На оккупированной территории Польши Начинают строительство Лагерей смерти Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова